Я прямо приехал с колес, Калантаева сейчас мини-баскетбол, московский ролик проходит. Ребята, девочки закончились сейчас, ребята. Я вообще готов ответить на все ваши вопросы, какие связаны с судейством. То есть, ну их много. Есть много литературы. Есть у нас, кому будет интересный акции, у нас есть два сайта судейских, где есть много литературы по судейской психологии, по подготовке судей, по тренерским вопросам и ответам. Кому будет интересно, я могу дать визитные карточки, там посмотрите. Ну и, в принципе, если в двух словах я могу немножечко, так как ступительное слово, рассказать, какие есть введения баскетбольные, ну по правилам, чтобы вы просто знали, чтобы у вас немножечко зажечь на вопросы. Ну и там вопросы, конечно, подготовьте с подниманием, чтобы я мог бы их интерпретировать. И сразу, чтобы я не забыл, у нас в Калантаево проходит судейский лагерь, первый такой в московской области мы сделали. Около 30 молодых ребят приехало со всей области, вообще новичков. Вот, и также мы пригласили двух молодых судей из Беларуси. Одна девушка, Елизавета Фомена, она работает в Федерации баскетбола, отвечает за весь детский баскетбол. Вот, если какие-то вопросы у вас возникнут, соответственно, вы можете пообщаться, она вам оставит визитки, я ее представлю. Елизавета Фомена, симпатичная, красивая девушка. Она в контакте со всеми клубами. У вас есть по поводу турниров, по поводу летних лагерей. Но информацию в Беларуси немножечко дешевле. И, соответственно, скажут те, какие команды это совершенно не знают. Ну, теперь я перейду, наверное, к вопросу по правилам. Самые основные вопросы, ну, вы знаете, что у нас есть трактовка фолов и трактовка нарушений. И по ним возникают множество вопросов. Но, помимо этого, есть еще и процессуальные вопросы, которые связаны и у вас, что вы должны знать, что если вы думаете, что фолы это самое главное, то самое главное, вот подготовка вашей к игре. Вот я молодых судей всегда учу, чтобы они были готовы. Молодые судьи, и, соответственно, вот и вам даю совет. Подготовка начинается за благовременностью. Это правильная, поданная заявка. То есть вы должны понимать, что ваша подпись в протоколе, она является решающей. И после этого начинают у вас возникать вопросы, что поменять, как поменять. Вы должны знать, что вы можете поменять номер игрока, который стоит неправильно. Но если фамилия игрока не вписана, стоит ваша подпись, уже фамилию вы не впишете. Второе, вы должны знать... Нет. Если вы написали фамилию игрока в протоколе под номером 6, или, грубо говоря, подписали протокол, а он играл под номером 8, секретарь ошибся, а вы не проверили. Вы можете его поменять на правильный номер без каких-либо санкций. Но если вы подписали протокол, и игрока не вставили, фамилию не вписали, то уже вписать его невозможно. Допускать нельзя, но чтобы вы знали. То есть это официальный документ, на котором то же самое вы должны знать, что если судьи поставили подпись, и вы не подписали протест, он назначен на время сразу же после финальной сирены, вот здесь только апелляционные какие-то дисциплинарные комиссии, то есть уже поменять результат практически невозможно. Наказать судьи возможно в любое время, там какая-то есть комиссия просмотровая, дисциплинарная, но протокол вы не поменяете. Также вы должны указать, конечно, капитан. Теперь, если у вас есть два тренера, главный тренер и помощник, стоять во время игры имеет только кто-то один. Вы, конечно, можете там подняться, выйти, но вам всегда могут сделать замечание. Это процессуально. По поводу, кто берет замену. Замену всегда берет игрок. Вы говорите, Аня, Таня, Сережа на замену, и он выходит в секретарскую столику, два стола стоит или один, по правилам. Ясно, что маленькие дети, вы можете обращать, не все судьи знают это, но в книжке правил написано, что есть бывают такие умные судьи, которые начинают вас еще после этого предупреждать. Просто будьте ознакомлены, что тренер берет только тайм-аут. А судьи не дают замену. Сигнал о замене дает секретарь. Он может не давать. Второе. Вы должны, игрок должен сидеть на стуле. Он не должен там стоять, разминаться, и оттуда мы его зовем. Вот он сидит. Вы понимаете, что это, мы не про начало игры говорим. Есть проблемные моменты. Начинаются за пять минут до конца. Когда у вас какой-то лидер, которому вы дали передохнуть, он там сидит у врача, или там у кого-то там на лавочке, и вы его зовете. У вас есть шанс поменять его, когда вам забили два очка. Время остановлено, последние две минуты игры. И вы его зовете, его нет. Судья имеет право продолжить игру. То есть он должен сидеть на стуле или скамейке запасных игроков. Потом мы рассматриваем просьбу тайм-аута. Тайм-аут тренер должен попросить вербально, словами, и жестами. То есть вы должны выйти за столик, и перед столиком, видимостью столика, попросить. Если вы думаете, что вы стоите в углу площадки и кричите тайм-аут, дайте мне тайм-аут, а потом придете возмущать, скорее всего, вас могут также предупредить. И тоже могут наказать и дать, в лучшем случае, не дать тайм-аут, а в худшем случае еще какой-то технический придумать. Такие случаи тоже будут. Визуально, шум в зале, никто не видел. А секретари всегда сидят на детских соревнованиях. Но ваши воспитанницы, они правил многих не знают. Понимаете, вы должны с этим тоже разобраться. Или сидят, вы поехали на турнир или на официальное соревнование, тоже сидят молодые девчонки. Участка Лантаева сидят люди протокол, не знают, как грамотно заполнить. Тренеры, секретари молодые, учимые. Поэтому визуально и вербально. Вот если я здесь сижу как секретарь, вот тренер хочет, он должен выйти, ну, по крайней мере, на связь, чтобы кто-то видел, а лучше пытайтесь сказать тайм-аут. Или помощник тренера говорить. То есть очень важно этот момент проследить. Что? Секретарский столик давал технический тренер. Это вопрос новичков. Задача хороших судей попытаться избежать технических полок. Вы понимаете? Что новички приходят. Вот, Ходор Борисович, как мне удалить с игрока, этому технически дать, и тренеру предупредить что-то. Я говорю, ты попытайся превентивно понять, что хочет тренер. Один тренер хочет нагнетать, а второй сделает что-то противоположное. Так тот, который позитивный, оставь. А этот, который нагнетает, попытайся решить до этого. Поймешь, он будет нагнетать. Вы вспомните семинары. Я уже на многих семинарах был. И в ЦСКА, и везде. Где судьи за последних 10 лет приглашали судьи на тренерский семинар, чтобы вам объяснять какие-то нюансы. Я начинаю говорить, у меня ведущие судьи россиями, а что ты рассказываешь тонкости судейской работы? Я хочу, чтобы тренеры знали. Чтобы тренеры знали, как давить судью, когда он ошибается. Вот он ошибается раз, ошибается два. А что, сколько может, что-то еще прийти? Я расскажу пример. У нас молодой парень, я говорю, что огонь, улыбка гасит конфликт. Ошибка одна не в ту сторону, а вот фол, которого не было. Он подходит к этому тренеру, та уже в истерике, и улыбается ей в глаза. И спрашивает, как вам? Говорит, извините меня. Она говорит, вы делаете, то есть абсолютно по-другому. То есть задача судьи, сильного судьи, вот я к чему мы там и учим, чтобы были люди, во-первых, чтобы какой-то был интеллект, они развивали. Чтобы было баскетбольное образование. Они же не знают. Они приходят к этому, пикин-ролл. Я говорю, покажи. А он не понимает, что такое. Я говорю, ну ты можешь показать за слово? Он не понимает. Сейчас люди приходят со стритбола в судействе. Стритбол. То есть они не понимают, не многих вещей не знают. Проводили статистику. Молодые судьи. Было много времени. 34% было много времени. Пришел с другом за компанией. Ну послушал все. Взял свисток, и он судья. Вот поэтому я вам, почему вы должны, что это ваши воспитанники. Ну я такой, я играл во сборную Беларуси, но не был там сильным игроком. Взял меня мой тренер, говорит, иди на судейство. Пошел. 13 лет. И до сих пор вот еще судьбу. Поэтому вот этот вариант вы должны просто знать. Мы поговорили по тайм-ауте. Про замену. Потом вы в любой момент можете поинтересоваться по поводу счета. Но это должно было сделать в корректной форме и во время остановки в игре. Если вы бежите на эмоциях, начинаете нагнетать здесь, в лучшем случае вам скажут, отойди. В противном случае вы поставите секретаря с тесущимися руками, он ничего не сделает. Ничего не сделает. Желательно. Комиссаров-то не везде есть. Комиссары тоже должны учиться, как управлять. Поэтому готовой должна быть заявка, готовый должен быть протокол, как правильно подписанный протокол, правильно поставлено пятерку. Если заигран игрок, который не отмечен пятерки, но пропустили судьи, судьи не наказывают, и вас тем более. Просто игра продолжается. Но уже, у которого игрока нет заявки, вы дописать не можете. Номер исправить сможете без наказания. Но дописать игрока нет. Если теперь давайте поговорим временные процедуры, очень важно, вот вы должны просто знать, и даже иногда, как совет использовать, замена во времени не ограничена. Но написано как можно быстрее. То есть судья, секретарь дает сигнал на замену со столика, с виском, а уже процедуру замены делает сам судья. Значит, он приглашает к жесту запасного стать игроком, он выходит на сильное поле. Этим жестом он игрока делает запасным, и тогда замена состоялась. То есть процедура замены как можно быстрее. Если задержка, то, соответственно, вас могут предупредить. То есть вы должны вложиться в процедуру, ну, до 10 секунд, примерно. Замена травмированного игрока. То есть если у вас игрок получил травму, во время 15 секунд он должен быть, сказать судье, я готов играть, или я играть не готов. То есть сразу же замена. Я сейчас расскажу, как можно оставить травмированного игрока на поле. То есть если у игрока потекла кровь, а он у вас ведущий ход, остается там 30-40 секунд. Берете тайм-аут, и во время тайм-аута, если вы врач, все решает, он может выступать на площадке. В противном случае вы еще можете взять тайм-аут, если у вас есть. И у вас 2 минуты есть. И 15 секунд, пока он там лежит. Но никогда не выходите на площадку ни доктор команды, ни вы сами. Как только игроки выходят, доктор выходит и вы, соответственно, вы должны менять его по правилам. Сразу идет замена. Стойте на кромке, ждите, пока судья можно выйти. И у вас есть 15 секунд, пока судья спрашивает, ты готов, не готов. 5 секунд он идет, и все тайм-ауты, их максимально, может, в конце игры быть только 2. Знаете, почему 2? Потому что последние 2 минуты, если вы 3 не использовали, у вас 1 сгорает. Слышали этот нюанс? Сгорает. Поэтому только 2. Вот у вас 2 с половиной минуты на то, чтобы его вывести на игру. Если игрок получает 5-й футбол, или удаление, время на замену 30 секунд. 30 секунд. Вот здесь вы можете, как бы, поиграть. Молодые судьи всегда делают жест на замену, игрок уходит, садится, и часто начинается 4 на 5. Часто. Ну, это такая ситуация. Поэтому у вас есть временные. Как можно быстрее, 15 секунд, и 30 секунд на то, чтобы поменять игрока. Если во время штрафного броска у игрока есть травма, ну, бывает, он не может продолжить, то если судьи его меняют, то команда противника также может поменять одного игрока. Такая ситуация. Теперь давайте интересный момент по убрасыванию мяча после забитого. Если вам забили 2 или 3 очка, я имею право бегать вдоль лицевой линии. Я расскажу сейчас на примере. Вспомните этот пример скандальный. 5 секунд. Передавать мячи сколько хочу своим партнерам. Но на пятой секунде на пятой секунде мяч должен выйти с руки. Не то, что коснуться кого-то на поле, а просто выйти с руки. За 5 секунд отвечает судья. Он отчитывает. Надо его ловить сколько там он отчитал вот так, секунды или так. Он делает отчет. Это его прерогатива. Если что-то неправильно, там просматривают просмотровая комиссия, комиссар там, ну, какие-то санкции иногда бывают. Но 5 секунд вы имеете право передавать мяч, вести мяч вдоль лицевой линии. Но на пятой секунде мяч должен выйти. Когда на отчет 5 секунд, когда игрок берет мяч, или когда судья указал, что мяч лежит перед ним, и он специально не хочет брать мяч, судья имеет право отчитывать, начать отчет 5 секунд. Очень важный момент еще вам расскажу. если после забитого вы берете тайм-аут, или там в последние минуты игры замену, вы также имеете право после забитого. Не просто если мяч вышел в аут, вы взяли тайм-аут, с этого же места. Именно ключевое слово после забитого тайм-аут. то вы также имеете право перемещаться. Не аут, а после забитого тайм-аут вы имеете право перемещаться в роли циволи. То же самое передавайте. Рассказываю, кому хотите, рассказываю вам примеры жизни. ЦСКА играет с химками. Значит, грек, игра была в химках. Грек делает комбинацию. Ставит одному игрока. Могу нарисовать или как? Игрок посвящен. Игрок стоит здесь. Игрок отдаёт ему мяч. Видно? Значит, отдал мне это было 9 секунд до конца игры. Где-то так, да? В этот момент всегда стесолит. Игрок отдаёт мяч сюда. Со спины не очень. Я покажу. Отдаёт мяч на противоположную сторону. Да? И, соответственно, передача идёт сюда или там на противоположную сторону. Ну, разыгрывается любая. Просто такое спить, что кто-то считает, что будет выброс здесь за секунду сюда и выброс на снайпера, который произведёт точную атаку. Передача здесь вот. Там двумя передачами или одной. Без разницы. В этот момент а секундами 3 сидит, вы знаете, что в тимках тук течёт немножечко медленнее по правотам. В этот момент вот в этот момент столик не видел, потому что и они включили время. Включили время, когда няш вылетел, и включили время, когда няш пришёл сюда. они не увидели близко к линии не увидели, что там. Потому что оператор все сделал время не будет здесь. А получение мяча в аутсе было здесь. Он включил и у всех истерика. То есть как куда, то есть выбрасывают мяч с реной. Ну, протестовый момент, скандалы, вот я про что говорю. Вот как разыгрывать. То есть это в играх это редко встречается. Передача сюда, 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 или какие-то... То есть сбивается абсолютно край, откуда я начинаю. Вот вам, пожалуйста, пример, как можно использовать эти пять секунд. Но второе, это же мысль, это ВТБ, это Юролига, да? А теперь на ваших играх? То есть вы должны знать это. Ну, просто знать. Вы должны готовить молодых ребят как бы к судейству. То есть вы знаете эти моменты? Ну, вот вы куда приходите? Ваши. Ну, вот в области мы эти моменты разбираем. То есть начало игры. Это было после таймала. Забили два очка и передача, или перемещение любые возможности. Интересно? Ваши судьи или может не отчитывать? судьи обязаны отчитывать. Он отдает мяч, отходит и начинает отчет. Я могу передавать за раз, за секунду раз, и за секунду два. Нормально, ты влажно время. Но включаются часы игровые, игровые. Как только получает их окна площадка, касается или не получает. Что? Здесь столик надо отмахивать. Ну, когда я не отмахиваю, то должен сделать. Нет, ну, понимаешь, здесь должен, конечно, должен. Так он, а он не отмахивается. Он не отмахивается, а он отмахивает. там эмоции такие, что ситуация. То же самое я расскажу ситуацию по вбрасыванию. Проблема детского баскетбола, нарушение правил вбрасывания, и мы на вбрасывание вообще не уделяем внимания. То есть мы должны знать, что если есть 2 метра, игров не должен отхать и не туда. Не должен. Но в наших залах боковая линия на стене нарисованы. Поэтому часто мы просим отойти на метр. Очень важный момент, я скажу. На метр это не значит, что я стал на метр вот так. Я раз на туре расскажу. Мой личный пример апелляция была. Видите, на кто здесь? Метр. Смотрите. Метр это значит вот так. Я не имею права пересекать эту линию. По воздуху да? Да, абсолютно вертикальная стена. Один метр. Чтобы нормально было. Если здесь меньше чем два метра. Ясно, что часто в играх вы этого не увидите. Но вы хотя бы знаете, что если игрока отводят на метр, это судья по крайней мере в теории эту ситуацию знает. если допустим группа два метра вытеслить, игрок не имеет права вот так заходить, не имеет права. Рассказываю пример. Фридзон, пятиминутка локомотив Химкин, он привезет выбрасывает здесь и он выбрасывает мяч таким как бы парашютом на море. А Григорьев молодой год вылетает с линии штрафного броска, мяч еще за лицевой по воздуху он где-то здесь и он вот так таким движением его забирает уже в площадке удар и он уже сверху лезет. Вопрос что он нарушил. он пересек линию линию по воздуху рукой и ногой. Вот там сидит пятищик. Вот там по-шутски. Они это видели? То есть решение судьи ключевой. То есть два очка разницы там было, а то если они забивают то с каждой секунды вчерашние видели все эти очки. Вот такая ситуация. То есть вы должны знать, что пересекать нельзя. Не каждый судья может быть из молодых это знает, но вот это правило очень четко. Теперь разберем штрафные броски. Бросающий блок и люди которые стоят за хоро-тошковой линии, а стоять они могут вот здесь они могут пускаться ниже линии штрафного броска. понятно видно? То есть они вот здесь стоят и бросающий шкоп могут входить когда мяч коснется кольца. Вы сами видели, что часто бывает отскок дальний и уже в полупроке подбор и тут фол или фол и мы свистим красиво фол заветного человек с разбега получает преимущество. Часто бывает, но просто вы учители. Ясно, что даже на этих было из-за того, что судьи опоздали принять нарушение, получилась драка и пять ошибок. Судьи странили на детской игре, молодежной. Семь, штрафного броска игроки могут ходить в трехсекундную зону по выпуску с руки как только мяч отскочил на миллиметр. Но если я буду стоять там раньше, судья как-то должен дать замечание. Ну, вот такая штука. Это поехали. Что еще? Давайте по пять секунд. Пять секунд процедура. У нас сбрасывание из-за боковой как только судья отдал мяч или он лежит в его распоряжении и он его не берет, судья начинает для всех отчет пяти секунд. Пять секунд противоположную сторону. Пять секунд штрафные броски. То есть судья, который отвечает за выполнение броска, отчитывает пять секунд. Но редкое нарушение. И близко атакуешь близко опекаемый игрок. То есть близко это это не значит что на метр. То есть близко это минимальная дистанция, когда я мешаю игроку с мячом выполнить какое-то активное действие. То есть пять секунд тоже должен быть отчет. Если игрок отошел, отчет прекращается. второе. Была такая ситуация. Какая-то команда играла в ТБ или БДЛ. Игрок отошел с уникса и потом опять. А судья начал и получается там было три секунды близко потом отошел и четыре. Но он дал пять секунд из-за напряженности игры. Получается как-то забрал мяч. Момент давайте пробежки. Я просто я знаю что вы все знаете. Тренеры многие знают больше чем судьи уверен. А грамотные тренеры еще умеют правилами манипулировать разыгрывать даже стрелки по чьетному владению. Но это отдельная лекция. По поводу пробежки. Отрыв опорной ноги можно в двух случаях. Передача и бросок. По поводу приводной пробежки. Разворотной потому что сейчас какая-то пошла волна ничего не получили. Но рассматривать каждую разворотку в теории можно докопаться по миллиметрам но где вопрос такой где игрок закончил ведение. То есть где он его контролирует. А контроль мяча может быть и одной рукой может быть и двумя. Поэтому важно. Но то что если вы помните два года назад было что все развороты это пробежка. Слышали такое вот было. И это было как-то среди нового года. Я говорю а тренеры это знают? Ну пускай сами. Я говорю ну так как мы будем это? И молодежь начала просто она не пробежки. Ключевое слово для молодых судей был разворот. то есть даже если я вот так скажу часто многие просто нужно мы пытаемся это объяснить. То есть отрыв опорной ноги это при броске или передаче будет считаться правильно. Если я вышагиваю моя опорная левая зашагиваю отрываю и бросаю как бывает в траве зашагиваю это непромежно. Бывает как будто на эмоциях свистит. Ну просто нужно знать что вот это зашагивание это нормально. Вы отрываете опорную ногу. Ключевое слово опорную можно оторвать зашагивание и все. Понимаете? Еще момент вам все правильно. Все правильно. Но включайте именно опорная нога. Пивот. Потом смотрите какая чтобы вы знали ведь вы любите когда удар чтобы был сразу свисток то есть определение поэтому если у меня опорная или пивот левая я начинаю движение вправо уже пробежка то есть скрест нагрест 90% кто-то учит там я смотрел был семинар сильным продам то есть первый удар идет а потом начинает ведение но вы должны что если ну дети если только отрыв мяч в руках и идет скрест так а моя нога левая опорная это уже пробежка на мяч в руках то же самое если я иду влево а у меня опорная правая то есть это как по защитной стойке закрывает игрока и все по пробежкам я даю вам теорию теория теория отличается с нашей практикой я молодых студий говорю что ну вот грубо говоря вопрос стоит правильный может ли тренер попросить замену и это решающе получится ли сезон в правилах написано что нет но вся жизнь виситно бежит у нас сабституционная замена он сам бежит трясет но всегда так то есть оно расходит но вы должны знать эти нюансы нужно знать 8 секунд вам расскажу нюансы судейской работы 8 секунд отчитывает судья в толовой зоне ведомый которую она отчитывает рукой для чего 8 секунд ну то есть вы играете прессинг и чтобы игроки чтобы не перевели мяч в передовую зону соответственно там сейчас еще и про зону нарушения поговорим для судьи для судьи чтобы вы знали ну и для вас первое судья не может при прессинге отчитать 8 секунд это физиологически очень тяжело вот остаться всех судей и тем более фибовцев но не высчитает он 8 секунд внегласно я и в методическом пособии писал красная зона 16 секунд владения и только с 16 на 15 вот ждите что будет стереть у меня были негрэм значит в 17 я на лицевой смотрю тишина готов а я ну не моя зона 16 17 было 16 я уже готов 15 я уже горю 14 горит вся команда Самары и я тогда сильнейшим свистком знаю что это будет мне в отчете ошибка спасаю ситуацию мне говорят мне нужно было лезть я говорю ну 10 секунд команда играла там и 12 и 9 человек кричало здесь ну кричало я даже сказал Федору Борисовичу мы самые лучшие ничего они другими словами я спас то есть ну я спас ситуацию откуда не моя зона будьте готовы то есть вот у вас совет 16 но не один судья вот поверьте мне вот отчет мы делаем и никто не считает что один то есть я всегда очень лицо честное отчитывая смотри чтобы не было контактов ну то есть любой контакт чтобы не повлиял на игру потому что важно при прессинге у нас же как один убежал судья а второй за 10 крохов отвечает но он не увидит всех ну максимально я могу взять двоих троих четырех ну две пары могу взять у нас же как 8 единиц человеку сознательно может взять 8 активных единиц опорная нога 2 единица мяч в руках единица ноги защитника при блокировке или фонарь нападения тоже единиц стоит перед игроком или смещается правильно или не правильно нет у них я уже на тело нет на них а они еще между собой делают взаимодействие а второй пошел туда по механике его научили нужно сказать там он тоже здесь стоит поэтому 8 секунд отчитываются по этому я вам говорю здесь по-дружески а на правило по-другому буду говорить чтобы вы знали то есть 16 вы должны быть готовы 15 вы потихоньку поднимаетесь про зону зону вы знаете то есть если возьмем синие и пол если я веду это моя тыловая зона а центральная линия ну я всегда у себя в голове говорю что тыл он всегда больше чем передовая ну тыл дом жена и он больше и тыловая и центральная линия она в доме то есть если я наступил на линию вот так ну это нормально свечом но мы говорим если атаку тоже нормально и 8 секунд отчет 8 секунд и так же для перехода то есть очень важно если так я веду тоже нормально если я так веду тоже нормально вот если я так вышел все 8 секунд заканчивается я не понимаю права утих любое касание нута кто от кого ушел то первый космос рассматривается если от меня мяч ушел а оппонент взял он играть может ну знаете новые жесты сделали вот этот жест по голове вот такой мы сейчас показываем чтобы знали больше активизировать конкретику ну если во время по голове значит такой жест если удар при броске то есть бросают такой жест если наведение ударное вот такой жест если игрок блокирует игрока ну вот как и был так и показывается блокировка фул нападение тоже интересная трактовка в правилах было написано ключевые базисная позиция защитник стоит на двух ногах на полу перед игроком нападающим и контакт происходит это базисно игрок защищающий может смещаться в сторону и назад если контакт происходит в грудь я стою это будет фул нападение но если я сведением делаю шаг первый а потом мой оппонент защитник просто влетает и встает так я имею право на эту позицию потому что до моего первого шага место было свободно то есть я имею право на это место если он влетает и становится это будет блокировка то есть защитник должен со мной сходиться и я с мячом на первом шаге место свободно я сюда должен был приземлиться никуда другого места у меня нет и в это место вставляется игрок подставляется это будет фул блокировки но если защитник заблаговременно занял правильную позицию смещается назад или в сторону контакт ноги на полу фул нападение флопинг вы слышали слово это картинное падение очень сложное но вообще самое сложное наказание это блокировка и фул нападение они на границе 55-45 придет сюда Михаил Алексеевич Давыдов он может увидеть что другое это фул нападение то есть очень на грани то есть каждое сложное решение очень с тонкостью кто первей занял позицию где были ноги куда контакт шел в плечо или в грудь поэтому вы должны знать что для судейства по картинному падению первое условие вы должны я вам объясню как мы учим судей а потом расскажу то есть картинное падение я на носках потом слегка перекатываюсь на пятки выпрямляю колени у меня задняя точка немножечко от меня центр тяжести уходит легкий контакт некоторые игроки центровые играя с нападающими допустим под холзом он играет с кем-то там под холзом он от легкого контакта отваливается и падает процедура официальная и сейчас я скажу как не официальная официальная мы должны ну предупредить игрока сказать Паша в следующий раз будет технический холл второй судья должен пытаться вам тоже предупредить если вы кого-то вы думаете а следующий момент сразу технический холл иногда бывает сразу технический холл то есть вы будете готовы что судят люди которые схемы наработаны и мысль не включается или бывают люди которые все знают у них все включено они сразу зажигают и ты потом спорь не спорь ну вот с такими людьми нужно работать просто нужно работать ну вот это кусок жизни то есть вы видите что человек вышел с ним лучше не разговаривать совет вам ну вот фолл я не отменил даже которого не было научиться игроков просто молчать вот у меня есть такие разговоры я смотрю ведущую игру я вызываю вот Лихалитов иди сюда значит у тебя есть вариант 5 фолл за 4 я скажу будешь молчать попытаюсь тебя оставить в игре но только никуда нельзя понял и мы в таком такой вот балансе работаем а другого выхода нет лидера убираешь ломается игра лидера оставляешь а он еще кого то и дисциплину наведет просто пускай молча дали фолл тот который ошибся судья у него хоть если есть чувство меры чувство совести он на следующий 50 на 50 не отдаст другому ну просто промолчит то есть не каждый контакт это фолл но каждый фолл это контакт ну вот такая дойка то есть можно вы представляете столько интерпретаций пока вот нарезки люди я вообще ни с кем не спорю демонстрат сказал спасибо большое и все и молодых всех ребят еще есть группа людей у которых у них вот такая простая объяснение ну чего уже после игры объяснять ты уже учись смотри ну и все получаются немножечко кому-то хотят что-то объяснить игра руками вот есть в судействии мы обучаем такой позиции реакция нет действие и ответная реакция есть в баскетболе вот понятие в судействии Хэмчекинг, то есть контроль руки. То есть передо мной стоит более возрастной защитник, молодой парень, а я в защите слабо играю. Я взял слегку, то есть у меня уже нет 10, а у него взрыв. Я раз и ход и стал, всегда контролирую гон. Я знаю, что он правша или лиша, я его раз и занял позицию, раз и занял позицию. Третье мое касание, он отмахивается, отмахивается, а он ничего сделать не может. А тренер говорит, Сережа, готовься, а он знает, что они меняются с Сережей. И в следующий момент он после отмашки будет продавливать, а, соответственно, нападающий будет его. Я же буду опять пропуставлять. И только может спасти, что когда я просто освобождаю реальность, уже ответный. То есть я действую, как судья, я пропускаю эти легкие контакты. И игрок, понимая, что ничего сделать не может, он уже на почве эмоциональной просто вставляет в ногти. И сути, конечно, свистят так, а лучше же еще и так. То есть, понимаете, мы пропускаем легкие контакты. Вот я вам просто учу из практики, вы никогда не найдете позитивного, правильного решения. Но, вот раньше, вот я когда занимался в школе, то есть у нас учили баскетболы травить головой и ногами. То есть мы их не контролируем. Контролироваться я могу, когда я держу игрока центрового сзади. То есть я его могу одной рукой, одной, одной. Не так и не так. А одной. Здесь он находится. Легкий контроль. Это кисти у вас есть на предплечье? Может быть, может быть, может быть, может быть, я сейчас скажу по поводу контакта. Интересный пример. У меня в книжке даже Григорьев мне рассказал. Принцип открытой двери. То есть стоят два игрока и они, ну, это так можно. А по поводу игры центровые. То есть ясно, что без контакта центровые не борются за место. Но вот если дверь стоит, я ее хочу открыть, а вторую ее не дает открыть. И мы его так балансируем. Она туда-туда открывается. И она просто стоит на нуле. Как только я ее открыл, вот уже эффект. То есть я вхожу в армию. Вот это эффект, который судья определяет. Повлиял. То есть я открыл, и у меня только осталось забиться. Ясно, что я его выпил. Вот этот фолк должен фиксироваться как фолк. Но вам просто скажу чисто математическая, простая, такая арифметика. Я для судей говорю, что судейство баскетбола, ну, высшее судейство, это судейство без свистка. Я пришел, Мария Ивановна, ты как себя, все хорошо, это как у тебя, я у Дригорьева спрашиваю, у того, и два, они же с чем-то делятся, но мало кто берет эти хорошие советы. Родился ты ребенок, как ты ребенок, а хорошо, у меня уже четверг, он еще себя про ребенка называет, и четверг со мной молчит. Мария Ивановна, ну что там, что, все нормально, вот с каждым, я так разговариваю, ясно, что это хорошее судейство, когда я не свищу, то есть вам-то еще эти остановки. Второй момент, что в баскетболу ты игра безвечайна. Ну, вот, Анна вам тут много моментов рассказывает, в общем, уникальные, я посмотрел, многие вещи даже не понимают, но знаю, как вы судят его. Вопрос состоит в том, что в судействе, вот я говорю, как судить, игрок с мячом, с ним защита, а остальные четыре пары без мяча. Но если чисто в процентном, то есть 20% я только здесь, если здесь игроков, это 100%, игрок и защитник просто мяча, вся игра тут без мяча. И вот здесь проблема в судействе, то есть вот, все же смотрят на мяч, все вокруг смотрят на мяч, зрители смотрят. Комиссар смотрят в целом, игроки, тренер, а все без мяча. То есть профессиональные действия, это без мяча. И найти вот эти неправильные заслоны, толчки, это является классикой. Качественная судья дает 3-4 классных свистка. Мария, на станции успокойтесь, мы за эту ступень и заднику. Все, она молчит. Замена правильная. 5-5 на площадке, не 6-5, и забили 6 мяч. И мы столько времени считаем отмотанных. Если вы хотите спровоцировать, провоцируйте. Но если вы хотите сыграть нормально, чтобы вас наказали, контролируйте. Второй ассистент, в хороших командах ассистент это уши-ноги. Или врач там тоже, который знает, как что подсказать. И драков же знает, передернут. Не в каждой команде же есть 2 тренера. Ну вот, если я один за все отвечаю, вы знаете это. То есть вы отвечаете за все. Я, наверное, много говорю. Давайте влияние на суд я буду заканчивать. В раз, да? Значит, ну, первое скажу. Крик это самое дешевое. То есть вот крик, вот, понимаете, вот мне кто кричит, я балдею. Я говорю, не бойтесь того, кто кричит. Бойтесь того, кто молчит. Ну что у него в голове, непонятно. То есть он орет, я отдыхаю. Ну реально, я вот, я не знаю, психика такая, что когда, вот, Горал Крети, когда просто заходишь в зал и перепонки туда, я вообще балдею, у меня кайф. А когда ты непонятно что, и кто-то, вот, когда он кричит, он ясно. Он орет на меня. 10 секунд, я встал, он выдохся, я ему говорю, займите. А он уже меня обозвал два раза. Займите туда. Но я не могу наказать. Да. То есть будьте каким-то, в принципе, должна быть изюминка у тренера. То есть раз спросите, даже на глаза, посмотри в глаза судьи. Вот тут показывают. Глаза не внули. Слова внули. Посмотрите в глаза. Если он, ну, не хотя это, он-то и ничего не поменяется. А иногда бывает, что, ну, есть какие-то человеческие эти дотки. Вот раз, ну, там все. Фол получил, увидите, что фола не было. Сережа, подними руку. Таня, подними руку. Вот все. Понял. Молчать все. Уже для нормального судьи сигнал, что, ну, адекватный. Из двух судей бывает один, ну, честный, ну, адекватный. Второй, второй где-то ведомый. Он ведомый. Не то, что честный. Но не понимаете, что он, понимаете, это же схема. То есть он, у него в голове схема. Фол, 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 фол. Туда нарушение. А говорить он не может. Айфон. Я смотрю в айфон. Он сидит в холле гостиницы и переписывается. Таня, привет. Вот напротив друг друга. Он не может девчонке сказать ничего. А он не умеет. Ну, я вот, сидят они ребята. Я, говорю, ну, спровоцировал. Ребята из Беларуси говорят, вы видели реакцию? Четыре человека приехало. Легина Дулёва. А я там один эксперимент взял, собрал молодых. И на английском. На английском начали говорить. Знаешь? Говорит не могу, но что знаю. Хорошо. А четыре приехало. Легина Дулёва. Я говорю, по-английски понимаете? Кого спросить? То есть вот так. То есть даже костно. Поэтому вот эти моменты репетируйте всегда. Ну, оно, я думаю, что уровень-то у вас. Вы сюда приехали какие-то знания научить. Я учусь от вас. Потому что с детскими тренерами вообще шикарно. У них честные эмоции. Вот он если хочет там, что-то такое. Хочет водки, он говорит, я хочу водки. Оно видно по нему. А этот кто хочет по работе, он по работе делает. Ну, и они видно. Утром зарядка, там все. Там они сдувают у нас. Они каждый день тест скиповский сдают. Они говорят, что так случилось. Каждый день. Вот, ребята, сегодня отдых счастливый. Ну, а так бегаем. И я тут с ним бегаю. Вопросы я хочу. У меня уже все. Я могу долго дать. У нас был вопрос, да? То есть в любом случае будет другая команда сбрасывает. В любом случае. Если вы, если взяли один-один. Смотрите, если, я сейчас момент учу. Если один фолд, блокировка и два броска пробиваем, да? А второй, мой партнер говорит, не, 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 Федор, нападение. Или там, а первую забитку. Любые попадания обменяются. Если вы берете тайм-аут, вы не хотите, чтобы брать, вы хотите, чтобы отсюда бросил. А он потом перебивает, как в картах, туда, то вы идете сюда. Попает, внимание. То есть... Ты последний момент не подошел? Да, да, да. Ну, все, мы тоже, что-то здесь. Игра на какой-то начнут? Интересный момент. Я попался один раз. Значит, ну, вообще я из Беларуси. У меня жена на смешной. Значит, ну, принцип простой. Ну, вот, как я объясняю, чисто по-человечески. Что если я веду мяч, попадаю в ногу, то как вы играть сможете? То есть, если мяч в ногу. Ну, обычно, это вы все знаете, это все, мяч в ногу, или... А если нога в мяч, то это нога. Рассказываю пример. Этот, Сургут. Альхоп. Да? Ну, знаете, вы слышали Альхопа? Тренер, тренер, да. Он, значит, на одной игре, они меня ставят на него, центрально. Ну, я бегаю там за ним. Да, он мне... У тебя, мама, есть? Я говорю, да. У тебя папа есть? Я говорю, есть жена, и дети у меня. Жена бегает, и дети. И бегаем. Вот. И потом Югослав, у них возрастной Югослав, и он 35 минут, уже нет кислорода. Так запись может, а нет кислорода. И его придерживают. И он попадает к себе в ногу, так, отскакивает мяч, и просильник забегает, забивает мяч. А там такой переломный, 15 очков, если бы что-то было, было бы 12. Я не дал ему. То есть, ну, я вижу, что он сам в свою ногу попал. Ногу. Я ничего не дал, и он там на меня. Белорус, этот Югослав, ну, и у меня вот пошла эта куча. То есть, есть вариант такой, что иногда нога, которая не повлияла, ее тоже могут свистнуть, как на гранатюбе. Понимаете? Ну, то есть, ну, определить, попал ты ногой по мячу, или попал она там. Но принцип такой, что если я бью, или выставляю, а кто-то случайно попадает, то я, как бы, получаю преимущество. Можно идти туда, и я за ним выйду. А я, ну, смысл-то понятный? Смысл-то понятный. Ну, это равно сами, вот если бы такая ситуация была, если бы вы равно считали? Какой? Югославский этот вариант? Равно, конечно. Знаете что? Знаете что? Наверное, дал бы. Наверное, дал бы. Дал бы. Ну, понимаете? Она тонкая. То есть, вот, понимаете, как? У меня лучше, как бы, дать и, ну, оставить статус-кво. Вот, ну, просто так. Понимаете? Я ребятам говорю, в хороших играх, ну, если играет, грубо говоря, ну, в лучшие годы, видное, там, играет с УГМК, лучше не свистеть. Ну, вот, не свистеть. Вот сами, они сами что сделают? У меня, когда меня Таурази взяло за бедра, здесь, вот, я вот так, я понял, что точно мне нужно свистеть. Не-не-не, не сломался. Я понял, что это игроки. Я понял, это, понимаете, с Таурази нужно, нужно разговаривать. Мне говорят, ну, вот, что ты там ей объясняешь? Я, значит, попал с ней последний раз. Они играли в Енисееве. Она, значит, пропускает и делает такой толчок в спину. Игрок уже сто процентов за простой фолк. Я думаю, Таурази, спину. Ну, игрок в безопорном положении, даже легкий. Я зажигаю на спортивную. И она на меня раз-раз. Вижу, что-то ломается связь. Ну, вообще. То есть я ей даю мяч, я ей улыбнулся. Она меня посылает. Ну, я понимаю, что она у меня как-то там. Руха из-за меня. Я отдал мяч. Но второй раз, думаю, уже улыбаться не буду. Я просто стал, бросай. И нить нашла. А потом какой-то был фол, не фол. Я не дал фол. Думаю, не нашла с ней. До конца игры мы потеряли. А там на этой фиповской игре. Здесь была первая фиповская фиповская фипа. Евролига транслировала на Евроскор. Первая игра. Вот здесь, ну, все было у Волочкова, там, и все. Красиво. Вопрос. Если смотрели, вчера был Кирилл? Не смотрел бы. Я рассказываю, не смотрел бы. Вот молодые меня все ругают. Вы не смотрите. А у меня полный толк. Я там шедр бегал тенью за судьбой. Я сам первый раз смотрелся в Волочков. У меня еще не просто три секунды. Атака кольца, выход из них. Давайте расскажу. Камера снимает, но расскажу. Три секунды, как я учу. Советы, как я учу. Принцип трех секунд. Вы понимаете, что три секунды, так и пять секунд. Это какие-то еще... Ну, у меня есть предаграмма беседы. То есть, если есть сомнения, три секунды или не три, это не три секунды. Нет, нет. Атака, игра, три, передача. Я принялся. Если пять секунд, сомнение, это не пять секунд. Если... Ну, там... Пару позиций, я даже я туда ставил сейчас. Да. Если три, пять и восемь секунд, сомнения было, не было. И пробежка, сомнение. Я, ребята, ищу, если есть сомнения, не свистись. Про три секунды. То есть, игрок должен, ну, первый принцип, зайти в зону. Ну, ясно, что высокий игрок или кто-то, через кого какая-то связка. Он какой-то фундаментальный. То есть, через него будет игра. И если я, значит, зафиксировал, и через меня идет передача, я получаю там на второй или третьей секунде передачу, на второй или третьей, вторая или третья. То есть, уже на третьей, грубо говоря, математики, которые сидят, уже можно дуть. Я иду в сторону кольца и делаю бросок. Даже на пятую. Даже на пятую. Это не три секунды. Я вам говорю здесь нюансы. То есть, игрок получает на второй секунде мяч. Продавливает и делает действие на кольцо. То есть, я иду атаковать. Не то, что разыгрываю там какие-то передачи, а у меня реально, я уже обыгрываю, третья, четвертая, я забиваю мяч. Пускай на четвертой с половиной. Это нет. Но если я получаю на второй или третий разворачиваю и на третий выбрасываю мяч и вышел, тоже не будет три секунды. Тоже ждите, что не будет три секунды. Никому не надо считать. Никто секунды не отсчитывает. Если я на третьей секунде отдал мяч и остался опять, что-то кому-то заслоняю, вот это тысячи. Есть, знаете, выход из трех секунд. Я вот по стиху. Вот. Грубо говоря, выход из трех секунд. Математически. Надо показать. Значит, две ноги здесь, да? Я выпрыгну, стою на одну ноги. С мячом. То есть, две секунды отстоял, три, три и выпрыгнул сюда. Это что? Как вы думаете? Нет. По сегодняшним правилам, сколько они там, три уже пять или восемь лет, это три секунды. То есть, я вышел. Для того, чтобы выйти из трех секундной зоны, чтобы выйти из трех секундной зоны, я должен вынести две ноги. То есть, две ноги даже не вынести. Тогда не будет правил в высоту. Но смысл такой, почему? Что игроки как играют, например. Раз, два. То есть, я должен выйти, тогда я вышел в высоту. У меня вот, можно? Да, да, да. Момент такой. Я захожу внутрь в высоту. Ну, вот скажем, в конце высоты. Да. Примерно секунду. Я зашел, получил, сделал пас на трех очаговую, стою. Да. Потому что нет, что не нормально. Выбеду, выбеду. На секундку. На секундку. Ну, хорошо, я ставил, сделал пас на трех очаговую. Раз, два, три. Я стою. Сейчас, секунду. Во время броска, мяч зашел с руки, никаких секунд нет. Во время броска, посмотрите, зашел секунда, ему дали пас два, он на третий там, и 3-0-1 вылетает. Нет. То есть, понимаете, такого же не бывает. Хорошо, мяч отскакивает. А он зашел. А если на трех очаг пошла? Нет. Во время броска оннуляет, оннуляет. Оннуляет. А если бросок не пошел, просто пошла передача на трех очаговую, А это приходит все-таки остаться? Уже, 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 уже можно, можно фиксировать, если так. Да, да, да. А если на третьей секунде? Нет. То есть, на третьей секунде вы делаете, вы не имеете, вы понимаете, насколько тонкое правило. На третьей, то есть, оно не то, что тонкое, а точно. На третьей секунде делаю и остаюсь. Вот, три секунды. Делаю и, ну, выхожу из сон. То есть, реально выхожу. Тогда нет. То есть, пускай вы вышли на 3-0-5, но вы знаете, какие бывают у губерга? Вы насчитали на семинаре 10 секунд. 10 секунд отстояла девочка, 9 секунд она отстояла. Она вот, вот эта зона, она так вот выбегала, что-то вот так, то есть, полностью не вышла. 9 секунд она была в этой зоне. То есть, она бегала где-то на грани, потом внутри, потом что-то еще, делала какие-то комбинации. Обращать на это, на это обращаю внимание. Но есть секунды у меня, я зашел, раз, два, три, пар, три, а она уже, как бы, готова была выходить. Вот этот вопрос очень тонкий. То есть, конечно, формально она вам докажет. Да, вот, ацематрический прыг. Но позиция такая, что когда я получаю мяч, я фиксирую секунду, две, три, не бросаю, выхожу и фиксирую позицию свою до дальнейших действий. А потом, без движения к этому, вот в этом будет риск. Но раньше был такой момент, что если ты имеешь возможность атаковать кольцо изнутри, единочную передачу на беремене, даже это всегда свистелось три секунды. А вы сейчас говорили, что выпущенный мяч, а проверяйте, может остаться. Стоп. Если я на второй секунде, или близко к третьей, или уже три закончилось, бросаю с трехсекундной зоны, это окей. Но если я на третьей секунде отдаю передачу и на третьей секунде бросок по корзине не из трехсекундной, полет мяча, кто контролирует мяч? Кто контролирует мяч? Команда при броске, это все закончится. Правильно сказал? Да. Команда пристает, кто контролирует мяч во время броска. Мяч зашел в руку. А две секунды вы какой-нибудь бейте? Когда можно... Я согласен, раньше отнеслись в беззначале. Прямо на дикой тяжей ситуации. А сейчас это все равно. Агна и Санкт-Петербург, чтобы они пришли и рассказали. Это не было по-дикой? Раньше было раз, два, но это было три секунды. Не забил себя. Это была интерпретация этого, как они хотели. То есть вопрос такой, во время броска, если во время броска свистится три секунды, ну, ясно, что такие моменты будут везде. Ну, не качественный свисток. Это неправильно. Во время броска нет контроля, команда не контролирует мяч. Это непередача. Во время броска команда не контролирует мяч. И не может быть... Могут свистнуть. Вопрос такой. Вот смотрите. Вы два раза в день переодеваетесь сзади. Вы этих детей растите, лечите, учите. Все. Сутья растет. Ну, процесс обучения. Обучение, ладно. А понимание. Вы понимаете, что... Все думают, интеллект. Я закончил институт. Наше... На ЕС тепло. Это на ФИБО. Это на... На Бошу. Куда мне сейчас идти? Какой кабинет? Понимание нет. Понимаете? Что вот... Если вы их догнаете сюда, и проездите пускай тренировку. Я вот попробовал молодых ребят. Я их построил. Я даже с ошибками им эти упражнения даю. Потому что нету практики. А где... Они же не будут никак. То есть мы выходим, и у нас начинается нагнетание эмоций. То есть мы считаем, что... Я вам понимаю, как это есть. То есть должна быть система. Ну вот... Выходит видное, да? Есть схемы. Ну, видно лицо клуба. Лицо тренера. Это же вот я говорю. Вот я какой-то судил... Я детский игр сужу, потому что я не могу молодых научить судить. Потому что они... Опускай молодых молодых. А как он научится? Как он может научиться? Ошибка на ошибку. Приходят щеки красные. Как судил? Хорошо. Посылали? Посылали, но судил хорошо. Как-то хорошо. Тренер в истерике. Бьются там. Ну, они даже... Сказали свидание не могут. Судья. Потому что они, вон, не знают, что он говорит. Они многие ходят в шапки в разлимой городе. С женщиной нездоровой. Он на них нахуй. Нет. Ну вот я поэтому... Можно в этот момент обозначить? Еще один вопрос. Давай. Вы сказали, что только были две ноги фон в нападении. Примерная ситуация. Королем... Многие, допустим, возвращаются в защиту... Нападение переходит. Ну и... Защитывают, завязывают шнурки на штрафной линии. Начинают вставать. Вот смотрят, когда он привели на ключей, и ему не стыд. Это же не грудь получит? Не, не будет. Ну, это будет фолл нападение. Вы будете трактовать? Вы видите, понимаете, фолл в нападении, я не вставлю неправильно застал. Я вставлю неправильно застал. Нет. Я говорю про подстановку в защите игрок, на блокировку игроков. Где-то блокировка. Блокировка? Или фолл нападения? Если я вставлю оптимый метал, или, допустим, мой... Хорошая метка. Я борюсь за получение плеча. Я окталку получаю, это тоже фолл нападение? Я имею в виду, что если я получаю мяч, ну вот, например, 50, 40, 45, здесь человек завязывается, что он начинает заниматься не только и стимул по любому пластику. Вот, фолл упор. Фолл упор, фолл упор. Вот такие вопросы сейчас. Нет. То есть, и, я, он, я воспитывал, но я пошел, а я март наш, что просто... А все, многие начинают притираться к тому, что ты не лицом. Ну, ну, вот. Ее... Ну, я поэтому говорю, а вот они вычитали, а они перепяту, а понимать. Ну, я всегда говорю молодым людям. Ну, если ты хочешь быть судьёй, то кто-то пишет правила, да? Правила пишут для игроков, для тренеров, для судьбы. Я говорю, хочешь быть сильным судьёй? Вот у него спрашивают, хочешь? Попытайся понять, кто написал правила. Понимаете, логика какая? То есть, если я вник, какая мысль была у человека, который писал эти правила, которые вы принимаете, которые... Раньше мы всё не интерпретировали, судили хорошо, и там... Потому что был интеллект. Люди не стали рукой, логически выстрелили. Они могли предвидеть ситуацию. Они могли посмотреть широту мышления. Что здесь, что здесь. Глубину. То есть, они знали, как это... А сейчас такого нет. Сейчас эмоции. Картинка. Я в этой картинке. У меня правая эмоция. Что ты сказал? Сюда ещё скажи. Сюда. Вот такая жизнь. Эмоциональная. Мы играем рисунком. То есть, я объяснял... Вот сегодня ехали в машине. Она говорит, хватит уже говорить. Я рассказывал, как судьи попадают в эмоциональную обстановку. Подготовка идёт у судьи. Нормальная. Получила отношение. Архипова спокойная. Вы эмоциональные. Там... Курсинов игрок, боевый. Вы тренер тихий. Психолог будет наплетать, подскаживать что-то. Здесь молодые. Молодняк ничего не понимает. И вот так. Создается картина. Ты с ней работаешь. А у нас, получается, я приехал. Кто там у нас? Ну, Никита. Ну, поехали. Давай. Он спрашивает мне, а что давать? Знаете, говорит, Вася, давай. Вася бегает. Он говорит, а что давать? А мы уже дады больше. Смысл такой, что нет подготовки. Нету этой... И мы ехали вот в эту картину. Технического пола. Называется... Я сейчас скажу при камере. Симпли судья, когда ты... Яйц. Ну, так. Английский юмор. Дибит. Вот. И, значит, вот я даю технари. Технический пол. Это все. Для меня технический пол на крайне раздела. Если я не могу ничего сделать... Нет, я, конечно, могу что-то сделать. Иногда я могу его использовать. Иногда бывает холостой патрон. Но технический пол – это слабость. Слабость. Понимаете, что... Моя философия такая. Технический пол – моя слабость. Значит, я где-то не готов. Я рассказываю одному судье. Ну, пару случаев даже было у вас. Когда ты попадаешь в одно и те же условия, ты принимаешь одни и те же решения. Алкоголик. Жизнь плохая, жена выпнула – выпил. С работы пошел, денег не заплатили – выпил. Игру... Судьям. Десять и которых на площадке. Заплатили тоже. Что? Заплатили тоже. Выпил? Нет, нет, нет. Если заплатили. Деньги другая есть. Лекция у меня. У меня есть лекция по взятым. Вообще увлекаем. Вот это зовешь, значит, хотите послушать. И пять-шесть человек из двадцати. Давайте. Значит, площадка. Двадцать игроков. Тренеры. Мы с поездом трое судей. Эмоция из них. Технический ход. Площадка. У игроки. Какое-то решение. Возмущение. Эмоция из них. Технический ход. Ты попадаешь в матрицу. Ну, в мозаики. И все. И ты не можешь. Что это сделать? Променять свои привычки. Пил? Пей. Куришь. Кури. Если даешь, прогрессируй. В голове должно быть пять-шесть решений. Ну, вот у вас комбинация. У вас на каждую эту воду девочки ходили? Да. Замена всех лет. Ну, вот такая ситуация. Вот это советская система. То есть ты смотришь на каждого решения, на каждого игрока решения. Вот это есть качество. Вот я к чему их учу. Ничего пока не получается. Уровень, блин. Но учу. Пока есть интерес. Интерес. Я и на это не трачу. У меня жена подкидывает. Если будет интересно, не будет. Будет массиваться. Будет у себя надлетать уже. Тратить буду энергию. Да, сын не хватит. Знаешь, что нас скажут. Если я не дам, то я пойду там работать. Массажистами работаю. Кто бы зарабатывал деньги на тренировке. Вот. То есть вот такая философия моя. Вот такая. Папа у меня тренер из детдома. Тренер по подбегу. Карелину готовит. Я вам вчера рассказал. Мы бежим нормативно. Я говорю. Я не могу. Ноги уже отвалим. Тяжелый. Четвертый день подряд. Ну я представил, когда он там готовился на Вицеранский турнир. И говорит. Вот только или он, или я. И вот я пробежал там середину самую страшную. На каких-то волевых. И потом. Раз. У меня. Я себя готовлю к игре. У нас вез. Представляю, что у меня друзья музыка. Друзья артистов. И вот он выступает. И говорит. А я хочу сейчас представить вам своего друга. Ну и я представляю, что он меня дает на сцену. И в это время. У меня если просто там час. Я его бегу за 45 минут. То есть вот этот эмоциональный подъем. Он меня. И плюс позитивные эмоции сразу. У меня все. Если вопросы, я готов отвечать. Я могу подрешивать вопросы. Вы вчера все знали. Да. Сейчас младшина подрастила. Надо выйти в расцепенную зону. И находиться там. Да. Скажите правду. А можно одной ногой находиться в расцепенную зоне? Вот допустим там мяч. Да. А я одной ногой нахожу, что в расцепенную зоне. Или это тоже? Нет. Как вы. Я думаю, что. Вот таких. Калантаева. Вот первого вопроса такого не было ни разу. Но я думаю, что можно. Можно. То есть я все равно метр поигрываю. Знаете такой смысл? Я говорю с людьми. Не лезь. Вот если тренер хочет действительно научить игроков играть. Не лезь. Если оппонент не понимает, что такое зона. Тоже не лезь. Вот если у тебя сигнал к тому, что тренер противоположной команды говорит, что они играют в зону. Тогда они же не понимают. Но мы рассказываем, показываем. Потом тогда мы зовем двух тренеров. Чтобы они немножко лбами столкнулись. Скажите ему, вы зоной не имеете права играть. Вы тоже не имеете права. А где они играют? Так я вам говорю. Ну, смешайте. И вот они находят общий компромет. Вот такого не было. То есть Калантаева была отчетка. Они стояли в зоне. Ждали. И ждали. Просто кто пождает? Ну, в принципе. Я могу. Одно на год на тренинге. Логически так. Да. Вот как бы правило оно такое довольно гибкое. Мы вот что-то сделали одно правило. Потом тренеры собрались. Они говорят, давайте как в прошлом году. То есть в зоне стоять нельзя. Можно как бы каждому выходить. Но вот такого момента не было. В зоне стоять нужно четыре ноги. Да. То есть они просто стояли метр в той секундной зоне. Возле Ленин Штрафова и карауль на кого-то ждали. И потом раз, кто-то будет, два, кто-то будет. Там вообще смешные были. Трое стоят в угол. Ну, я, понимаете, настолько как бы смотришь, больших протестов не было. Ну, кто был? Вот команда Мутищи. Раз, раз, раз. А команда Раменская, деревня. Вот такая маленькая деревня. 600 человек в школе. Вот девчонки там. Вообще шикарно. Вообще красавица. Там она... Железном ее заберет. Я говорю, давайте Витнова. Витнова давайте. Умненькая. Умненькая. Красивая. Красавица. Ну, вот я иду. И бежит. И она как она отступает. Идет игра. Она понимает, что ей там ничего делать. Она туда приходит. Раз провоцировал. Раз. А та бросает. Она уже слегка касается. Мне сейчас снимают. С левой, с правой там полкоманды. Вот. Ну, вообще. А, Сагнад, дайте что. Вот эти тренеры. Тренеры. Они приехали к нам в школу. Позвонили влюберцы. Мы хотим приехать. Попили все 12 книжек по судейству. Все купили. Приходят на занятия. Мы можем. Тогда не можем. 3-5 занятий. Сейчас оплатили на место. То есть нам нужен судья. Ваши похожие девчонки. Сегодня я говорю, в поле. А я боюсь. Я говорю, не пусть там все нормально. Мы будем тенью. Сегодня я говорю, я уже служу в утром. Да. Даша, Дарья. Она говорит, у вас вообще все красивые. И мы что. Ну, в общем, вот такая ситуация. И они приехали. А, тренеры эти приехали. И они все слушают судейские вопросы. Этот учитель физкультуры. Этот Андрей, Игорь. Какие-то еще ребята, девочки пишут протоколы. Вообще. Ну, вот это подходит. То есть, вот. Очень большое спасибо, Анна, вам. Отчество, не знаю. Да. Вот. Я судил вас. СОПОК. И УВМК. И все. Я к чему? Что шикарный момент, когда вы видите меня. Я вижу вас. То есть, вы меня можете говорить мне, прессовать, что-то такое заставлять. Я на пресс не поддаюсь. Ну, я вот им скажу. Когда они слышат. Вы пидите, туда передайте. Сегодня у нас собрание. Соответственно, числа. Я хочу, чтобы они тоже сюда ходили и слушали. Потому что вы же тренеры. Вы, понимаете, регионы дают кислород. Центр. Вот это вот жизнь. А нам дается работу. Просто у нас все по-другому перелет. Первая часть. Я думаю, что в другой сочетании. Детский голос больше. У меня команда с Алисой, я стремлюбл кого-то. Я бороться за собой. Я здесь один раз, два, а потом не стаёт. И когда я не опелируюсь, я говорю, меня так научили. Что же я dentist, я сберет. Как вы считаете, что правильно? Обязательно нужно учить. Нужно приходить говорить тренеру. Тренерус, смотрите. Про пронос расскажу вам мои личные. Тема очень такая скользкая. Вы понимаете, что такое видение? Я вот так могу вести. Вот такое видение, в теории оно может быть. Ясно, что мы должны так, что. Но если я так веду, я не совершаю пробежку. Я объясняю. Прелюдия. Проносы. Проносы учатся. Я в Италии, в Испании у комиссаров спрашиваю. Если моя вода, смотрите по талону, сигнал для судьи, что это близко или проносы. Ну, больше проносы. Поэтому я когда судьи говорю, вот так ты показал, значит, соответственно, будь готов, что это проносы. Вопрос почему? Ну, логически. Вы учите, ведь многие ваши действия игроков через год, два, три входят в подсознание. То есть он даже не знает, что он утром встал, пошел в туалет. Он же не думает. То есть во время вот такого действия защитник выпрямляет ноги, и вы его учили мешать. А он в этот момент, когда выпрямил защитник ноги, продавливает мяч и у фоли, у стоячих, как штанг. Раз, и прошел. И вы сразу, Таня, что ты делаешь? Где ты не играешь в защите? Поэтому вопрос состоит в том, что я говорю, есть такая ситуация, то есть не пронос важен, а важно, что ты получаешь, что игрок получает незаслуженное преимущество, что просто проталкивает его и обходит как стоячий. То есть я тебе сказал, атакуй, когда закончил введение, а надеюсь, что все, конец. Она раз выпрямляет, начинает, она выпрямляет нога. А я проталкиваю и ухожу. Вот этот момент, ну, вот эта ладонь. Что-то я хотел еще рассказать. Вот вот это, да. То есть нужно фиксировать? Да. Нужно. И самое главное, что нужно тренеру. Тренеру обязательно, ну, как, получается, я два раза зафиксировал, а всю вторую игру она сделала, она у меня выиграла, всю команду обыграла. Ну, все. Вопрос такой, что самое, вот по судействию мы говорим, что всю игру не фиксировали, да, а на последнюю. У меня такой эмоциональный свисток был в Глории. В казаношке девочка играет такая мулатка. Она вот так идет, я, у меня по памяти раз, я смотрю, это действие, она вот так раз, и опять была. Но стояла на месте, никого рядом не было. Я ее вспомнил в лицо, и как она делала в казаже. Я ей ба-бах вот два вида, ну, или там, про нос вот это сделал. Вот такие дела. Плохая философия. Плохая философия. Нет, это не моя философия. Я говорю, что после действия я сходу в силу. Я никогда не даю этого. Я, ну, знаете, почему не даю? Потому что у него наслаивается картинка на картинку. То есть, понимаете, я пропускаю пробежку, потом этот фол, он свисток. И не понимают, что ему свисток. Пробежка, которую, как бы я уже был готов, а потом фол усилил мое решение. Я и фол дать не могу пробежку, у него диссонанс, взрыв мозга. Что здесь? Я говорю, ребята, когда люди начинают бороться, я вам расскажу. Наслаивание, решение на решение и знание, умение, навык. Знание есть, как в книжке. Умение полусформировано, навыка нет. И поэтому, вот они борьба. Я говорю, если есть сомнения, чтобы не было травмы и наездном руки, или там на фол, давай всегда спор. То есть, всегда давай, но раньше. Все это, конечно, толчок. Я даю толчок, а вы говорите, ну они же боролись там за мяч. Поэтому я всегда говорю, дай свисток немножко раньше. Я прошу, когда, ну вы же тоже учите, чтобы элементы борьбы. Игроки берутся за мяч и так, Танечка, все нормально, сейчас будет спорный мяч. И они так стоят, вот все. Вот я не даю свисток. Специально не даю. Чтобы немножко поборолись, чтобы было элементы. Чтобы там ногти у них постричь после игры, когда там они вот раз, два, там. Потом только начинают выкручивать, рука за руку идет. Я раз даю свисток, моментально. То есть, вот этот момент. Это ошибка судьи. У нас наслаивание мелких. Мелочи не имеют решающего значения. Мелочи решают все. То есть нужно сразу же фиксировать эту маленькую мелочь. Как в протоколе подпись. А что там я там? Так я там все поставил. Нет. Поставьте. Название команды проверьте. Кто капитан проверьте. Все, все. Пускай у вас будет там, я не знаю, есть формальный или неформальный. Девочка сидела. Она, вот я был как комсомольцем в той команде. Мне это я не отдавал. Я там все приносил, заносил. У меня была там тетрадка. То есть я отмечал. Он говорит, кто у нас двоечники? О, полкоманды колунов. Ну, на единице. Что делать? Я говорю, ну давайте будем исправлять. Я приходил. Ну вот это возьми, спеши. Это напиши. Это сделаем. Это выучим. Вот такие помощники ищите. Есть у вас молодые девчонки с сутью? Ну, кто может протокол писать? Ну, это. Привлекайте их. То есть, ну вот у нас есть 30 человек, под ружье 15. Ну, судьи. Есть там два секретаря, два статистика, 12 судьи, 11 судьи. То есть я могу любой турнир. Я иду домой. Вот и тогда получается коллектив. Я приду там, я приду там, допустим, убитное скажу. Возьмите нашу субригаду. Все умею делать. Ну, вот так. То есть если вы думаете, что вы только баскетбол и нас везде заслужили, ну так а вы сами вы делаете как учитель в скотол. Ну, то есть у вас получается, что баскетбол это игроки, тренеры, там спонсоры, зрители и судьи. То есть они где-то какая-то грань есть. Вы должны быть с ними на контакте постоянно. То есть на пульсе. Каждый раз. Вот Стив, который работал, вообще уникальный человек. Что знает? Прийти к нему, он знает как судить, как играть, как бегать, куда, чего, все встречать. Все знают. Все форма там. Ну, я просто с ним когда общаюсь. Наша одна проблема. Гражданство было получить. Я получил раньше. Вопросы еще есть? Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Как я уже говорила, мы хотим немножко добавить живого общения, нашего с вами прямого. Можем начать совершенно с любого направления, да? Значит, давайте я вам общую концепцию как бы расскажу. Может быть это поможет вам, да, там, чего-то. На чем концептировать внимание? Значит, давайте я начну с себя. Потому что часто стоит, допустим, там вопрос, да? Какая, знаете, что, недавно задали вопрос. Как вы считаете, Александра Матышева, да, перспективный тренер, у нее есть шанс быть тренером основной команды? И меня этот вопрос совершенно поставил в тупик, да? Потому что я понимаю, что это уже состоявшийся тренер до самой высокой категории. Ну, то есть, я имею в виду, вот, если мы берем продацию, да, вот, потому что, допустим, сразу я переношу на себя. Вот именно себя я не вижу никогда в жизни, да, тренера, профессионального клуба, я имею в виду именно большой команды, да? Мне это не интересно, в принципе. Даже не знаю, перспективная я или нет, да? То есть, в этом понимании. То есть, для меня этой перспективе ее просто не существует. Мне не интересно. Мне очень интересно. С семи до семнадцати, где-то, шестнадцати, да, безумно интересно. И вот как раз вот эти вот вопросы, да, я готова ответить, как бы, далеко из этих вопросов, да, именно в этой возрастной категории. Вот просто не интересно и все. И моя задача, да, сделать максимально качественную работу именно в этот возрастной период. Потому что я считаю, что если избран вот на этом возрастном отрезке, да, в этом возрастном отрезке, то его не исправить никогда уже. Никогда. Можно что-то придумать, но исправить уже невозможно. И моя задача сделать очень качественную работу максимально возможной. Для того, чтобы потом дети были оснащены максимально, им было легче потом, да, вступить уже в новый этап скейтбольный. Например, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать лет, да. Это переход как раз в юношество высокого, да, а мы с детства в юношество высокого. Допустим, у нас выстроена система таким образом, да, что потом, там, я, Елена Юрьевна, да, там, все мы тренеры, да, это Александра Юрьевна, в свое время, ее шестой год рождения. Мы передаем своих игроков, да, молодежный баскетбол. Уже несколько лет как раз за переход в молодежный баскетбол, да, отвечает Сергей Николаевич. А его задача уже довести игрока таким образом, чтобы его вступление было на профессиональный уровень, уже на самый высокий, да, оно было совсем бесполезным. То есть, чтобы можно было уже решать большие задачи, да, имея полностью со всех сторон подготовленного игрока. Пока что это получается, вот. И если, например, у вас есть вот именно в этом направлении, да, какие-то вопросы, да, пожалуйста, мы готовы обсудить, можем рассказать, как это происходит, да, в какой-то возрастной период, на что мы делаем акценты и так далее, да, от чего зависит именно, по нашему мнению, успех, в чем, как бы, скажем так, изюминка, да, на что мы делаем упор, акценты и так далее, да. Это, там, Арончик, он отслеживает детей, там, вообще с маленького возраста, да, им не приходят уж совсем взрослые. То есть, здесь, как бы, ну, у него нет совершенно невозрастных акцентов ничего, это у него есть, это в голове, но по взаимодействию, трестным составам и составам игроков, это, ну, типа, это звучит. Вообще. Игроки возраста, не знаю, десяти, двадцати, это неважно, это огромный дружок времени. Вот я хочу на примере своих вчерашних игроков. Чем больше они времени переживают на тренировку и побед, и поражения, они пришли, дриблинг поработали, выиграли один на один, выиграли четыре на четыре, плюс один выиграл. Ну, это команды, ну, где, ну, сама тренировка направилась на победу в конце. Для меня есть четкое понятие, что я веду тренировку, ну, вчера, например, у меня есть сто и сто. Ну, когда, например, бегите, периодически называют, например, NBA, dado,並я system game-то, и счет капает. И для меня, что важно, для меня вот эти сто сто, я подведу к концу тренировки, что кто-то, а, здесь будут белые, здесь будут красные, кто-то из них сто процентов, выиграет с игроками, и за эту тренировку, за каждую, они должны выиграть, либо проиграть. В конце тренировки, они сто процентов, будут ползать. Кто-то, ляжь down tight tight и по времени полежит спрингом, кто-то будет стоять и хлопут, но сто процентов, кто-то выиграет. И кто-то будет ругаться между собой, они сделаны там такие, они будут в стрессе, но как потрясти счет, я пример не знаю, как вчера мы, например, вчерашний день, на игре один на один мы делим, есть красные, есть белые, счет мы ведем до 35, кто-то начинает через, ну, пример, там, первый команд в руки начинает, я играю в защите, вторая из перехода через всю площадку, и они, ну, я, если кому-то интересно, могу нарисовать, ну, хорошо, один на один, что-то там будет интересно, но это, ну, на самом деле, это не суть, вот эта дискуссия, как мотивация, мы заканчиваем где-то на, я смотрю время, сколько мне возможно, и я смотрю, как они воспринимают, то есть счет может стоять, они могут выбивать, мы можем быть всего 20 назад, тогда следующие отдыхи сразу же, пока они все на улице, начинаем с образкового, бросковые упражнения, бросковые упражнения, и я могу давать в разные упражнения, то есть если я вижу, что кто-то из них сильнее в игре, а кто-то сильнее в бросках, чтобы я надержал счет, и не было такого, что у кого-то сейчас 370, у кого-то стоит, вот это все четко выбирается упражнением, бросковыми, упражнениями, добавляем 4-3, 3-2, вот любые ситуации, то есть нужно манипулировать, не должно быть четкого плана, должна быть такая развернутая тренировка, которая в конце все равно подойдет подступка, и дальше я могу относительно счет, если сейчас еще 20-20, а мы уже играем 40 минут, я не буду достать, то броски могут быть, и праздник, на примере упражнения, когда если у нас мало игроков, 5 игроков, ну примерно, ну все это знают, когда два игрока подают, и три бросают, ну там, три с мячами, на это по времени, нужно забить 65, я могу разницу внести, если это такой счет, например, если счет, надо забить 60, 60-50, надо 10 очков воротить, можно действовать, если нам нужно мало очков, как победитель, заработать только 3 очка, важно с этим счетом воротить, и так манипулируем вот эти ситуации, мы можем привести до чего-то логичного, и после этого, после игры 1 на 1, после бросков, мы сразу переходим в игру, вот для того, что, мне кажется, мало уделяют времени, в принципе, в этом возрасте, это с преимуществом одного игрока, но, как для меня, кажется, что сейчас современный мескинбол, это и детский, потому что детский, это значит, если я обыграл 1 на 1, дальше идет помощь, если идет помощь, дальше идет принцип зоны, а принцип зоны, это значит ход за спиной, и мы играем 4 в 3, я выберу кокенроллы чаще всего, кроме, конечно, если куш, возможно, ты ходишь по ним, либо вторым, да, там есть, но все остальные, наверное, первые трапы, степ-ауты, все заканчивается, потому что это движение мяча, работа без мяча, и дальше 1 на 1 помещение, вот, что нужно, как мне кажется, что, если позволять время, каждый день работать 3 в 2, 4 в 3, ну, на примере каких-то упражнений может быть, да, мне, кстати, очень интересно, я не знаю, каждый, да, я не знаю, кто у вас возраст, но для меня, у меня есть некое возраст, развитие быстрого отрыва 3 в 2, вот 100% все знают, но у каждого есть свое мнение, я с чем-то не согласен, но мне вот интересно, кто-то может вот так, как правильно, как вы считаете, как нужно закончить? я рисую, конечно же нужно остановить мяч, последний вопрос, но кто-то хочет, можете сказать? я считаю, что первый туда, пятый сюда, второй туда, или может другого, есть кто-то? но у нас есть три туда, зачем? нет, кто сейчас куда пишет, кто куда пишет, потому что я, у меня есть своя точка зрения, у меня есть с вами что-то, это защита, это как-то находиться, нужно закончить класс, ну, это такой страх, кто-то допекает, здесь еще, естественно, есть защита, ну, естественно, есть, да, 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 понятно, я бы пошла играть в центр, сюда, с древним, где-то мы перебежали сюда, и сзади, или сзади, или сзади, вот тут вся, когда ты бежал куда пишет, теперь ты мне думаешь, да, и сзади наuli… есть, кто не согласится… хорошо… есть только не согласится… есть, кто не согласится? можно сказать… или смерть главы… Второй. Ну, нет. Второй. Второй. Передать? Передать? Ну... Ну, а, да. Так я как-то попректировал. Почему? Вы делисовали гостей? Нет. Ну, хорошо. Куда мне деть? Кого надо? Что я не знаю? Ваш, Ваш. Ваш. Да, да, да. Вы сразу поменяете, в стихоте. В стихоте. В стихоте ваше пятое. Есть ситуация, когда первый здесь с мячом. Второй здесь, в пятый, ты коня. Да, да. Вот. Ну вот, такая ситуация, правильно? А потом Вы начали рисовать, что у вас здесь с мячом. Да, нет, ну это я же с ними. Правильно. Первый здесь, правильно? Да. С мячом. Второй здесь. Здесь, пять. Ну, пускай здесь. Надо занять. Либо это второй. Либо первый сюда уход. Надо сюда. Хорошо. Отходите. Так же? Паузи. Либо-су-у-у. Память. Память. Либо-су-у-у. Я просто не попаду. Не замизли. Либо-су-у. Продолжение следует... 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 Он идет в боковом коридоре на полной скорости на игроках. Нет, нет, нет. В то время, пока первый номер двигается с мячом, пятый же то же самое. Они же все на одной скорости. Особенно первый и пятый. Он не будет ждать. Вот посмотрите на практике. Никто никого не ждет. Эта атака получается сходу. Первый номер максимум может успеть, но здесь все важно. Но он же принимает решение. Если у него выходит защитник, он сбрасывает туда. А если не выходит, он делает два шага. Самое важное в четыре, в три, пять, в четыре, в три, в два. Это на самом деле крайний. Это может быть двойка, это может быть тройка. Как я заставляю и рукаю сюда игроков. Вчера просто до мата дошло. Когда есть средняя линия. Игрок, который выжит быстро отрыв с мячом. Это так будет Х. Он должен определить, посчитать защиту. Три в два это, четыре в три это. Есть на стороне мяча партнера. Есть защита. Есть на стороне мяча партнера. Нет защиты. И относительно этого, вот в этом коридоре. Центральном. Он должен принять решение. Оставит ли он мяч. Придет в дриблинг. Сделает пас. Либо посчитает защиту. И начинает движение мяча. Заставляет двигаться. Защиту. И вскрывать ее на приближении один в один. Не когда ты один на один уже готов защищаться. А когда ты заставляешь защитников. И они обязаны менять коридор. Ошибаться. Но тот не любит передачи. Чем больше передачи, больше уже. Потом статистика. Но. Если это много 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 работать. И заставлять их думать. Вот в этой ситуации. Принимать решение. Будет ли сюда передача. Выдержит ли он мяч. Или он начнет двигать. Остановил ли его игру. Работает ли защита. Вот это самое важное. Вот очень много принципов. И конечно это надо. Мне кажется. Отдельной. Такую дискуссию. Большую. Причем с игроками. Чтобы это было все на практике. Чтобы мы могли. Вот. Не только. Вот показать. Кто будет кого ждать. А чтобы на практике. На максимальной скорости. Они могли показать. Что это действительно работает. Потому что просто на словах. Ну это очень тяжело. Очень тяжело. И вот. Исходя из этого. Когда тут работа. Три-два. Дальше логичное. Я вижу в том. Как работают тренеры. И я видел это много. Но я с ним все равно не согласен. Ранее. В три. В три. Когда мы имеем пятого. Номера. Пятого. Первого. Второго. Неважно. Третьего. Так же мы будем рисовать. За щекомыми. Получается. Это же преимущественная ситуация. Что я сейчас рисую. Вот теперь логично. Что прятый. Падает вниз. И. Чаще всего. В детском баскополе. И за недостатком практики. Начинается. Перепасовка. И вот этот коридор. Который определяющий. Игрок должен видеть. Есть плюсы. Преимущественная ситуация. Или нет. Они не видят эту ситуацию. И начинает логически. Как мы и работали. Три-в-два. Засовывать мяч в среду. Тем самым. Подставляя большому. Подхвату нападения. Потому что здесь идет игра. Три-на-три. А игрок. Который двигается по боковой линии. Он просто не определил. Пятому номеру. Или четверке падающей. Уж точно не. Он никак не толстый. Не может помочь ничем. Его задача. Если ему дадут мяч. Он его заберет. А дальше. И вот поэтому. Здесь появляются нюансы. Когда тройка. Вот сейчас. На два корпуса. Впереди. От своего защиты. Падающий. Пятый. И дальше идет тот же самый принцип. Абсолютно тот же самый принцип. Движение мяча через середину. Но только если. Вот один нюанс. Я сейчас. Ну если информация воспринимается на доске. Он не очень как-то. Получается что. Вот рисуем. Пятый. Третий. Тройка. Теперь падает вниз. В расстановке. Защитный играл. 3 на 3 правила. Но теперь тройка имеет возможность. Уходи сюда. И уходи сюда. Потому что. Мы ждем второго трейлера. И вот теперь единица опять принимает решение. Пойдет ли тройка в этот край. И пойдет ли защитник с ним. Будет ли преимущество ситуации. Пятый. Второй. И пять пятерок. Уходи сюда. Будет ли передача в край. Либо передача в штат. Либо под движение мяча. Вот это очень сложная ситуация. Конечно одна практика. 10 минут от этого упражнения достаточно чтобы логически дойти до того что. Работает это или нет. Вот это вот. Модель игры 4 в 3. И. 4 в 3. Что мы вчера делали. Я стараюсь начинать это с упражнения. С позиционного. У нас интересно конечно упражнение. Обычное упражнение. Развивающее. Развивающее не только нападение. И вот эти качественные игрока. Которые могут вскрыть зону движения. Потому что это на самом деле получается принцип зоны. Четвертый игрок. Потом конечно он добавляется в переходах. Упражнений очень много. Но. Начиная с простого. Стоят три. Четыре нападающих. Три защиты. Сначала они только двигают пять. Только двигают пять. Здесь защита. Защита. Естественно каждый раз у нас. Когда мы идем под сто. Д5 под МБА. Под сто идем. У нас глухонемые очки теряют. Убирается. По очку каждый раз. Было 57, становится 56. Они начинают разговаривать. Потому что они не хотят в конце ползать по лицевой линии. После этого. Это не только. Это отличное упражнение на ротацию. Защит. Нападение. Движение мяча под текстропассом. Скорость мяча важнее всего. Видение ситуации. Потом добавляем все то же самое. Начинаются только лицевые входы. И так сейчас. Каждый раз. По движению мяча. Ротация. Ротация. Не успеваешь сюда. Получишь в ноль. А у нас есть одно четкое правило. Что. Но в зависимости от того. Как. С какой скоростью должен двигаться. Наш счет под сто. Мы можем. Делать. Есть. Трехсекундная. Но она не считается. Есть вот эта подкова. Из которой каждый раз. Три очка. Три очка. Одно очко. Задача и идея. Что они должны. Обязательно защищаться на лечке. И обязательно защитить кольцо. Вот это самый важный принцип. И он должен сохраняться. И пять в четыре. Это же игра даже в сайт. Но. Еще раз говорю. Если мы играем пикинрол. Просто вот на этом примере. Вот мы играем пикинрол лоб. Игрок с мячом. Пятая нога. Движущийся на заслон. Падающий вниз. Любую защиту рисую. Кроме буш. Пример. Трап. Это значит два на верху. И если есть экстра пасс. Дальше пошла. Вот это стоит. Флэтом. Если мы идем первым. Кто-то двигается в спину. Значит внутри. Плюс один. Здесь плюс один. Здесь плюс один. Ловушки. Поэтому очень много. Мне хочется, чтобы тренер уделял именно вот этому. Дальше добавляем все то же самое. Только по движению лицевым добавляются входы в середину. Пас. Вход. Пас в середине. Передача движения. Передача движения. Начинается. Нет ты. И здесь очень сложно защитить. Я контролирую мяч. Мы естественно никак доводим до чего. Что первый принцип. Это все равно не получить легких. Крепочков. Вот это. Не сто процентов имеешь. Сто процентов здесь. А если вот что-то закрывается с полом. То выбираем четыре очка. И еще очень хорошо двигается. После этого. Лучше всего добавлять. Триги. Один угар. Чтобы они не увлекались. Фристайл. Внутри. Но потом. Вот включая уже этот фристайл. Когда игрок по ротации. Да. По движению. Что важно. Защищался мяч. Защищался. Защищался. По передаче. Приближение 1 на 1. по передаче, приближении один на один огромные преимущества в которые игрок обязан вскрыть зону он может заработать 3 очка средний нам не нужен но не нужен в этом, конечно и дальше он входит в зону мы берем, что он выиграл и дальше идет опять ротация вот в это добавляет 3-4 дрибы не ограничивая дрибы очень хорошо развиваются маленькие тройки, двойки, даже подвижные четверки когда он идет внутрь он сталкивается со многими проблемами, как для них это на самом деле комфорт боялось пришел сюда, там помощь, здесь помощь, нужно войти войти, войти в ситуацию для передачи у них там начинается такая возня особенно 5-4, из которой они должны логически выйти это самое сложное для нападения, потому что все встал 5 на 5, 4 на 4 он обыграл, а что дальше делать это не работая вот это они с ним не развиваются хорошо, они становятся немножко вот такими узкоразвитыми, мыслящими им нужно побывать в этих ситуациях очень много раз что в следующий раз, когда на них сыграли бик-н-ролл, заслон без мяча в спину это не важно, когда зона вскроется он должен зайти туда и как на прогулке, с сигаретой просто смотреть площадку и оценивать ситуацию он может делать проход он может делать бас он может оставиться в оси он контролируется это самое важное в этих упражнениях это научиться контролировать себя чтобы не было такого, зашел в зону перепуганной и бомба летит там через две руки с правой правой вот это самое главное вот эти упражнения в 4 в 3 они очень сильно похожи на модель игровой ситуации в 5 на 5 на пикин-роллах или просто в раннем нападении и после вот этого анализа цивы как модель упражнений подходя к 100 очкам начинается игра в которой они должны научиться ценить мяч они не не должны подбросать только тогда когда им кажется что они способны забить потому что каждые 12 лет каждый снайпер на себе 100% это сам лидер самый лучший и я вам сейчас точно докажу что я способен забить вот это чувство ответственности у них появляется со счетом либо когда за глупые нападения либо переход когда я рисовал коридор маленький игрок двойка эта двигающаяся принимает неправильное решение и они не играют они не играют вплоть до минусов если нужно кого-то немножко сливать ну да конечно пытаются со мной и все получают никогда не получаете да да вчера вчера был больше времени мы сыграли 106 на 90 но в зависимости от того что есть девочки которые начинают обижаться а это со мной бегает сразу же умножается разница на три и в зависимости от их эмоций если вы понимаете все эти информации и потом она будет разорваться за троих чем говорить что эти две нехорошие а? не только физически не только физически не нет необычные ну необычные допустим вот если у нас начинает тренировку три часа без остановок каждый час заканчивается три часа физически все наказание должно быть дружат ступеньки дашь ну полетят и колени а какие еще не лазеры не лазеры они обрекают ложатся на лице и отжимания особенно женскими отжиманиями я не люблю наказание потому что это просто мотание хвостя а это не нужно доказание доказавка уже хорошее доказание неподвижные локти и суставы и на 10 раз отжимания я хочу спросить а глядя на Сергея Николаевича у вас какое ощущение что вы психологопобедитель Сергей Николаевич это психологопобедитель он уверен и как раз следующее я хочу сказать что то как он работает это приводит к этим ощущениям и что здесь имеется ввиду что не так важно верить в победу и желать победы как важно желание быть подготовленным в победу и вот эти ступеньки урабатываются его игроков ощущение подготовленности и когда мы говорим про ментальное то же самое ребенок должен чувствовать что он готов ментально не хуже чем физически готов побеждать а не побеждать потому что только побеждать это уходит более а построение пути к победе это и есть с нас отношение поэтому вот как вы видите учитывать все моменты с наказанием и поощрение знаете когда еще когда вы спрашивали как у психологопобедителя у нас был такой этап когда мы поощряли игроков за все в итоге вообще давали все без ничего и они заболели простой болезнью болезнь тщеславия знаете тщеславия казалось мы их дезориентировали сами потому что мы давали все почти все без контроля вот они получили поощрение везде и радости в жизни очень много слишком много у них появилось ощущение что их балуют ну балуются и тогда они думают если мне все дает значит я такой сильный и могучий и уже все хорошо вот это вот заклинив чуть-чуть налево слишком много пожалений и дает человеку точно так же там с наказанием если слишком много наказывать и слишком резко то тоже отброшенность человека так ощущается вот это очень интересно этот интервал удерживает нормальное ощущение доказания которые работают и поощрения которые работают если только заходим за края там баловство там развернулись тысячи человек и может быть я хочу сказать вам насчет усы да вы сказали что как же все таки надо бы общаться чтобы люди приходили знаете очень просто в данное время с этого начала что надо сказать что-то о себе вот это нет это понятно нет это тоже был свойствием да я в горьбе с 16-го музыка танцы я сама бывшая группа меня с волейболом это было с 14-го года вы не переживали мне пожалуйста почему не так да потому что в волейболе у меня не было сил добросоветесь а баскер-коле моя реальная то что я могу сама я сама это сделаю я хочу сказать просто такую маленькую добавку когда вы приходите рассказывать о семье я вам скажу они же к вам обратно нет у меня есть что сказать похвастаться есть чем да там есть еще один ломентик дальше вы вообще прекрасно общаетесь и прекрасно можете рассказать им про москву но дальше есть один кусочек очень важный что вы предлагать можете то на что они как вы чувствуете годятся сделать шаг вот они могут бояться на самом деле привести ребенка может быть хотят вдвоем чтобы кто-то пришел сейчас корону да 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 мы даже согласны 5-10 пускай из класса приходят здесь те одна останется сам там тот человек который меня носит это все делает но в конкретном случае что готов тот родитель ну что он готов к нам у нас нету клубов у нас нету дальше ну пойдет у нас все дороги дорога открытая если ты баскетбору занимаешься у нас есть плюс то что ты баскетбору у нас все я не обманываю нет я не обманываю а потом у нас нету клубов но у нас так есть то что у нас есть девочка даже моя девочка первый мой набор она передборки сейчас играет вот я вот сейчас увидела ее я знаю что она играет я рада за нее вторая у меня будет хайпая но это тоже может быть стимул нет стимул есть я естественно тоже рассказываю и мотивация да я рассказываю девочкам маленькой потому что есть такой поход с фазофтографии я сама в тот день первое время у них я была так получилось что я декретная я не хотела работать то есть есть у нас я не про это потому что которые вот хорошие дети у нас у них финансируют хороший ребенок у них нету ясно почему делать ребенок у которого меньше таланта именно баскетолога но водители очень ну вот из-за этого и берешь того ребенка нет помогая берешь того ребенка и и и и и и и а вот а вот о горянстве то вчера что я говорил это грязная цель о горянстве нет команд поспорнируем давайте мы рады тому что мы учим и нас выбирают мы сможем даже если мы там выиграли это хорошо естественно если мы уйдем в полуфинал эфирном России для девочек это очень хорошо мальчики я не про мальчиков говорю у нас все отлично Мальчики с девочками все-таки никогда по набору не выровняются. Мы же понимаем, да? Пацаны идут в спорт и причем там и пойдут, и пойдут, и пойдут. С девочками по другому. Но это всегда было и будет. Это как бы должно тоже произойти. Сергей Николаевич, скажи, как Вы пришли на тренировку по три часа? Интересно. По три часа? Да. Туннель закрыли. Мы расторгуем, туннель закрыли. Не, не, вообще концепция то, что перед играми один сорок минут разминается. Это мне рассказывал, интересно же. Я не пользуюсь чувством. Нет, на самом деле, я не знаю, что это классно. Но многие так... Ну я слышу, что... Не я один так не работаю. Игрокам, я объясняю, они устают. Три-три с половиной часа, три сорок, немножко спокойно. Ну, адаптировать. Ну, адаптировать. За это время охватывают все. Это и техника, это и тренажерный зал. Обязательно. Мы по сорок минут работаем. Только техника. Это разминка будет. Сорок пять минут. Обязательно начаемся. Все базовые упражнения. Все турники и пульсы. Все, все, все. Будут потом начинаем. Так как мы начали вечернюю тренировку. Утренняя тренировка плавно перетекает в вечернюю. Но они происходят только днем. И она происходит одна. И им очень тяжело. Ну, мне объяснить, по крайней мере. Они говорят, мы уже не можем. Первая тренировка очень тяжело дает. Что это модель игрового дня. Потому что любой из вас знает, что если игра в шесть вечера, в зале мы в пять. И вы начинают возиться, бросать. Потом начинается интенсивная разминка. Потом и третья четверть. И начинается восемнадцать-сорок лет. Грубо говоря, через два часа. И вот через два часа, когда они уставшие и хотят играть. Я говорю, девочки, начинайте только третья четверть. Вы пришли, вы работаете. Устали, но это не важно. Никто не работает так, как вы это делаете. И вы-то точно третью, четвертую четверть, вы легко ее выносите. Но практика это, конечно, не показывает. Потому что, если они первой тренировкой четверти играют хорошо, то третью они не могут играть. То есть это никак не зависит от функциональности. Но в принципе, когда последний третий час мы только играем. Мы целый час только играем в третьей ситуации. Потому что перед последним часом мы полчаса еще раз играем. То, что мы не позволяем здесь. То есть это 4 в 3. Она может складываться из допекания, из ног. Допустим, пикинрол на 45. Бросающий прибегает, бросает за ворот. Или этот эффект в стойке. И мы делаем модель ситуации 4 в 3 обратно. И вот этот час обязательно, и какие-то 30 минут. Потом они переходят 5 на 5. То есть интенсивность держится игровая. И они после двух месяцев работы, для них 2 часа, такой просто, они им скушку. Они заканчивают, я говорю, что закончили тренировку, они остаются каждый раз после этих бросков. У всех индивидуальных бросков. Там маленькие свои диагонали, там большие свои работы. Но не было такого, что очень редко когда перекружаются так сильно, что они садятся и не способны. Даже 2,5 часа. Но дошли мы до этого практически случайно. У нас перехрыли туннель, и это осталось 2,5 месяцев. Пасха. Жить 2 раза в день, это будет тяжело. Мы решили, что мы будем одном, но, в принципе, туннель делали долго. Но я всегда хотел этого, но никогда не получалось. Они должны быть определенные, то есть они должны быть седые, приспавшиеся. И как раз время позволяет, это дневное, когда она забирает, как раз в дневное время, девушка не всегда приспавшаяся, покушена там и так далее. Да, кто-то на уроке съездил, кто-то там потом, кто-то взял задание и так далее. Ну, это еще, что спрашиваешь, забираешь второй разговор, тридцемы встречи, подготовки, убираешь два душа. Это, на самом деле, все, кто это проходил, все знают, как это грустно, собираться в утренней тренировке, это грустно. Потому что ты уже думаешь, как ты придешь на вечернюю, а какая она проходит сразу, и все, ты не то что так получился, получаешь удовольствие, не может быть тебе. Вот ты пришел, а ты работаешь, а как два раза в день ходить на работу? Это же ненормально. Вернуться не покушать, а вернуться, посидеть и опять вернуться на работу. Психологически, один раз в день, качественно. что делать с ребенком, если у него хорошие цели, большие, а у него не получается цель, и он теряет уверенность, и он из-за этого разочаровывается. Почему я хочу показать вам это? Вот, скажем, цель вот там стоит, такая большая, красивая цель, а я там, все ребенком ходишь, ты как-то большая цель, а он видит эту цель, но у него не получается, руки опускают, не надо ли? Разные получаются, а два не получаются. Тогда я говорю, по-другому просто, повернись спиной, не к ней, а спиной, а что тогда будет? Почему что? Как он оценивает? Цель небольшая, красивая, а если я поворачиваюсь к цели, то в той обороте, сейчас замеряй, не как я приближаюсь к цели, а как я сдвигаюсь с этой любой хочешь, я радуюсь не тому, что я приближаюсь к цели, это очень важная разница, я радуюсь не тому, что тебя приближают к цели, потому что там тяжело, не радость, а я радуюсь тому, что я умерю. И... сделал сдвиг как в академическом клинике всегда для меня хороший пример академики они любят я с ними работал уже давно я научился одни всему как тренироваться и как бегать как работать в общей системе но вот это было всегда загадкой они идут к финишу спиной почему они радуются они даже не знают что закончили первые, вторые, треки но радуются они оказываются потому что они видят как они идут вот этот сдвиг первые вообще видят все и им тоже помогает что не так вот этот момент, что я все время кстати, мальчику или девочке говорю о том радуйся и родителям вот это с ними празднует они тоже празднует вот эти вот маленькие шишки сюда потому что на самом деле праздник для него и особенно родители потому что они сразу хотят чтобы они были тёрдыми и другими ставят чего да без, без этого поэтому очень важно что бы родители тоже понимали как в ваш интересах владителям говорите не говорит ребенку молодец вообще не происходит а когда родители говорят молодец молодец то ребенок начинает что делать подыгрывать не только мерить хорошо но он начинает подыгрывать делать только то really и не будет рисковать и не будет работать больше поэтому наше впечатление ты молодец, оно им тратит в обратную если вы говорите, ты сделал вот это, ты рискуй, смотри как интересно было вот уже другое дело, да, или там пробуй, попробуй, ты это попробуй, ты это съел вот это просто, родители часто говорят молодец, потому что вы-то знаете почему потому что вы им дали инструкцию, сделал, это есть обратная связь но они иногда просто, молодец, скажи, как так делать потому что он, ребенок, начнет делать только то, что он получает молодец и не будет хотеть рисковать и так далее это не мелкие вещи, но существенные все, спасибо вам большое мы надеемся, что, да, у нас общение получилось интересное пожалуйста, всегда будем рады общаться, взаимодействовать по любому вопросу спасибо 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 спасибо